Итак, вам пришло время менять права по истечении срока действия, либо по причине порчи или утраты старых. Интернет засран противоречивыми списками того, какие же документы вам для этого понадобятся. То нужны фотографии, то не нужны, еще какую-то карточку водителя припрели, поэтому за подлинным списком идем на официальный сайт госавтоинспекции. Как видите, никаких фотографий и карточки водителя при замене водительского удостоверения не требуется. А вот медсправка требуется. И на этой медсправке должна быть ваша фотография. Конечно вы можете сделать фотографию в автомате или в ателье, и это обойдется вам в пару сотен. Но я решил сэкономить, поэтому сфотографировал себя сам, откадрировал несколько маленьких фотографий на одну стандартную фотографию 10х15 см, записал этот файл на флешку и напечатал как один кадр в первой попавшейся фотолаборатории. Стоило это пару рублей, а не пару сотен. С подробной инструкцией по работе в редакторе вы можете ознакомиться на моем сайте. Итак, вооружившись фотографиями, паспортом и, что важно, военным билетом, отправляемся на медкомиссию. Нет, конечно же справку можно и купить с доставкой, и стоить это будет всего лишь в 2-3 раза дороже, но я решил внести посильный вклад в борьбу с коррупцией в нашей стране, и решил сделать справку официально. Если вы настроены так же патриотично, то рекомендую выбирать медкомиссии, которые имеют собственного невропатолога и психиатра. Таких медкомиссий единицы, большинство требует получать справки в соответствующих диспансерах самостоятельно. За это вам придется выложить еще несколько сотен рублей. Итак, я выбрал медкомиссию в городе Москве на улице Росковой, что недалеко от метро Динамо. Собственно выбрал я ее уже давно, и каждый раз когда нужны справки, на оружие там или еще чего, пользуюсь их услугами. Народу там много, но за полчаса 40 минут пройти можно. Приехал к дверям медкомиссии, и увидав тамошнее столпотворение, что-то как-то патриотизма по борьбе с коррупцией у меня поубавилось, и сильно захотелось плюнуть и заказать справку по интернету без необходимости проходить каких-либо врачей. Староват я уже стал для патриотизма, все-таки это удел юнцов со взором горящим, а мне здоровье уже не позволяет этой херней заниматься. Но тем не менее, коль уж приехал, надо проходить. Когда вам дадут медкарту, на которую кстати уйдет одна из двух фотографий, которые вам необходимо было взять с собой, сфотайте карту на мобильник. Это пригодится вам в следующий раз, чтобы девочкам в регистратуре было проще найти вашу карту, если вы решите получить еще одну справку. Оплачивайте по тарифу, в моем случае 500 рублей, и начинайте обходить врачей. Имейте на готове военный билет. В моем случае обход врачей занял где-то часа полтора. Это время можно было бы значительно сократить, если бы у меня были на руках справки из психиатрического и неврологических диспансеров. Но собственно именно для того чтобы по ним не бегать, я и пришел в водительскую медкомиссию, так что пришлось стоять. После того как вам заполнят все графы, вам нужно будет снять ксерокс. Это можно сделать здесь же за 10 рублей, и бесплатно заверить копию справки. Дело в том, что ГАИ в Москве требуют оставлять у них заверенную копию справки, а оригинал отдает вам. Так что давайте выбирать ГАИ куда мы пойдем за правами. Так как я менял права в Москве, я выбрал отделение номер 1, что недалеко от метро Новокузнецкая. От всех остальных его отличает то, что они не обслуживают школоту получающую права впервые. Они только меняют водительское удостоверение и выдают международное. Для получения международного лучше заранее записаться на определенное время через портал госуслуг. Для замены обычных прав этого делать не нужно. Теперь нужно заплатить пошлину. Это конечно можно сделать через терминал, расположенный рядом с ГАИ. Но он берет комиссию от 50 до 100 рублей в зависимости от наглости владельцев. Поскольку мы решили не кормить барыг, заплатим без комиссии через Сбербанк. Для этого на сайте ГАИ печатаем платежку на оплату госпошлины, в данном случае это 800 рублей, и идем с ней в сберкассу. Здесь, как водится, нужно будет постоять в очереди минут 15-20, но после двухчасовой медкомиссии это уже цветочки. Тем более в нас все еще горит пыл борца с коррупцией. Отстояв очередь и оплатив квитанцию, начинаешь задумываться об одной интересной вещи. Вообще-то банковские терминалы придуманы для того, чтобы не было нужды платить зарплату кассиршам, обеспечивать им обед, туалет, да еще и декрет. Одни расходы на этих кассирш. Терминал жрать и ссать не просит, в отпуск не ездит, зарплату не требует, поэтому услуги терминала должны по идее быть дешевле. Однако на деле все в точности да наоборот. За работу кассирши я не заплатил вообще ничего, а терминал требует 100 рублей. Чудеса? Ну да ладно. Вооружившись старыми правами, паспортом, оплаченной квитанцией, медсправкой и ее заверенной копией, отправляемся в ГАИ. Там записываемся в электронную очередь. Вас вызовут в окошко, где вы отдаете все документы. Потом ждете, пока вас пригласят фотографироваться. После того как сядете на стул перед камерой, вас сфотографируют, попросят расписаться на бланке, а также на документах, после чего прямо при вас изготовят вашу новую карточку водительского удостоверения. К слову, качество ее гораздо хуже той изначальной пластиковой карты, что была в ходу в начале 2000-х. Собственно все, можете отправляться в путь. Непосредственно процесс получения прав у меня занял около 20 минут. По деньгам получилось 800 рублей госпошлины, 500 рублей за медсправку, и еще 2,5 рубля за один отпечаток 10 на 15 сантиметров с фотографиями.